Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим об одном из самых спорных тайтлов, вышедших в весеннем сезоне 2016 года. Наша редакция возлагала большие надежды на это аниме от студии Вид. Но, увы, надежды не оправдались. Высокие оценки первых серий, жанр стимпанка, по которому успели соскучиться фанаты, а также режиссер, уже ставшего легендарным аниме Атака Титанов. Что еще нужно было для создания хита? И в чем же проблема? Давайте обо всем по порядку. Сразу начинать с дикого хейта я не вижу смысла. Кабанери действительно заманивала меня своим сеттингом и сюжетом, но продолжительность погружения ограничилась тремя сериями. За эти три серии я поняла, что из себя представляет главный герой, на чем будет построен основной замес и как персонажи будут справляться с основными конфликтами. В этом пункте я имею в виду, что типажи героев даже эти каноничны, а последовательность действий и их выводы предсказуемы чуть более, чем полностью. Сюжет. Спойлерить я не вижу смысла, расскажу все как есть. Фантазийный мир со стимпанком, зомбиами, крепостями, выжившими и главным фетишем японцев поездами. У меня возникает один вопрос. Действительно ли крепости можно считать отличным сценарным ходом? Отвечая на него самостоятельно, я вспоминаю слова одного из редакторов Хацуеми по поводу крепости в аниме Атака Титанов. Очень наскучивает смотреть аниме в одной и той же локации, которая сменяется лишь лесом и лужайками по ту сторону. В Титанах Цитадель была загадкой и тайной, которую нам не раскрыли за все 25 серий, а в Кабанере она словно выступает отсылкой к одному из самых ожидаемых тайтлов весны 2017 года. Даже особо не вникая в аниме, можно увидеть кучу ошибок сценариста и режиссера, логика персонажей, построения локаций и временные промежутки. К концу сериала создается впечатление, что главные герои телепортируются с места на место, игнорируя то, что весь мир поглощен в зомби-апокалипсисом. К концу девятой серии аниме приобретает стойкий выраженный запах... Тухлятины. То ли Тайтл такой атмосферный, что чувствуется запах мертвецов Кабане, то ли я сама начала превращаться в зомби и пожирать собственные мозги, чтобы поскорее забыть Кабанере Железной Крепости. Нам не говорят, почему люди спасают друг друга после того, как в самом начале хотели убить. Некоторые отношения между персонажами, построенные таким образом, как будто было еще 10 серий между собойчиков, интриг и любовных линий. В конечном итоге, вся 11 серия сопровождается воплем автора данной рецензии, которая вырывается каждые 5 минут со словами «Что?!» Персонажи. Вот мы и подошли к персонажам через терни сценарного анализа. Надеюсь, у вас осталось терпение дослушать рассказ о том, как мучается человек, смотря на посредственный продукт. Говорить я буду только о самых ключевых фигурах Кабанере, упуская няшек мужского и женского пола, которые были проходным этапом для достижения невнятного финала. Главную роль в аниме играет поезд по имени «Железная крепость». Это отличный друг и товарищ, который спасает сотни жизней, гудит и ездит на пару, не загрязняя окружающую среду. Идеальный главный герой и единственный, кто молчаливо выполняет свои функции на протяжении 12 серий. Икома – самопальный ученый и зеленокожий Крикун, который на протяжении всего аниме старается сделать косплей Нагаца из Берсерка. Протагонист, который ненавидит всех, кто боится Кабане, хотя сам поджимает хвост и может драться только в режиме Берсерк-мода. После просмотра запоминаются лишь его крики или скримы, как это модно теперь называть. Скримит он неплохо, что-то на уровне Боунса, так что любителям творчества этого великого американского композитора прослушиванию рекомендуем. Безымянная – Мумэй. Ух ты, это же богиня, как она замечательно дерется, а еще и загадочная какая. Только загадочность заключается не в раскрытии данного персонажа. Безусловно, Мумэй получилось так, как ее задумывали, но в этом и ошибочка. Задача перед любым творцом, будь то режиссер или сценарист, воплотить персонажа так, чтобы после его рождения он смог сделать собственные шаги, развивать сюжетную линию, приобретать новые навыки или создавать интересные сценарные ходы. Увы, Мумэй была рождена словно из пробирки и до конца сериала не привнесла в тайтл ничего неожиданного. Биба Аматори. Сюжетный поворот. Новая арка. Знаете, когда включают в борьбу таких персонажей, то это должно дать разгон для зрителя. Это как второе дыхание для истории, зацепка, которая повлечет за собой необратимые последствия для смотрящего. Нет, по итогу это и еще один спорный персонаж с особенным лейтмотивом и загонами десятилетней давности. Атмосфера и звук. Если затрагивать визуальную и звуковую часть, то талантливым автором здесь выступает бюджет. Этот гениальный творец создает очень живые картины и мотивирует эгоиста записать саундтрек к сериалу. Умело снабжая нас эффектными боевыми сценами и человеческой расой, которая борется за выживание, создатели Кабанери подкупают доверие аудитории. Аудитории, состоящей из молодых, амбициозных и жаждущих экшена людей, а также обывателей, поедающих все красочное и приятное для восприятия. В такие моменты ты чувствуешь себя обманутым. Язык не поворачивается сказать, что работа с рисовкой атмосферы выполнена плохо, ведь студию действительно держит планку и не позволяет себе выпускать посредственные в визуальном плане продукты. Весь этот стимпанк с самураями и железными дорогами действительно доставляет. Это не выглядит картонными декорациями, с окружающим миром прекрасно взаимодействуют персонажи. Вселенная действительно жива и детальна. Это радует. В аниме реализованы десятки интересных идей, которых хватит на все ангоинги прошедшей весны. В какой-то степени железная крепость тянет себя на дно собственным вдохновением, пытаясь судорожно ухватиться за молодые посевы талантливых создателей. На этом наш обзор подошел к концу. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Спасибо. Пока.